Здравствуйте! Подходит к концу 2018 год, объявленный в России годом волонтёра. Сегодня об итогах работы мы поговорим с руководителем волонтёрского объединения «Поколение», педагогом-организатором детско-юношеского центра Андреем Никитиным. Здравствуйте, Андрей! Здравствуйте! Андрей, вы являетесь руководителем объединения «Чайка». Расскажите, как оно создавалось и, в общем, о нём. Ну, вы правильно сказали, что оно было у нас волонтёрским объединением «Чайка», но буквально в этом году мы поменяли название, мы стали волонтёрским объединением «Поколение», «Общим собранием». Вообще создано оно было у нас в 2015 году по итогам участия в первом слёте городского волонтёрского корпуса. В общем-то, именно тогда, работая непосредственно в клубе «Чайка» на Марчикане, я понял, что, в общем-то, мы можем выйти на волонтёрское объединение. Но, скажем так, тогда мысли о волонтёрском объединении не было. Было сотрудничество установлено с депутатом по нашему округу, депутатом городской думы Бариновым. И мы провели такое очень яркое мероприятие для жителей микрорайона. И тогда привлекли, скажем так, ребят в помощь в качестве игротехники, в качестве непосредственно аниматоров, в качестве людей, которые раздают угощения. И мы, наверное, тогда уже поняли для себя, что можно выйти на волонтёрское объединение. То есть, непосредственно событийного типа, событийного направления. То есть, оказывать помощь в проведении каких-либо мероприятий. И уже тогда наше объединение, ну, дело в том, что клуб, несмотря на то, что он находится на Марчикане, скажем так, в самом центре вселенной, как я говорю иногда, мы стараемся рушить все стереотипы насчёт его какой-то отдалённости, криминогенности. Нет, на самом деле это спокойный, уютный район. И каждый год вот наше объединение насчитывает, ну, скажем так, около 50 человек, подростков от 12 до 19 лет. То есть, это даже не подростки, уже юноши и девушки. И к нам ребята приезжают, в общем-то, на тренинги, на всевозможные семинары, на мероприятия, ну, на какую-то подготовку к оказанию волонтерской помощи. Они приезжают с разных микрорайонов города, включая и Сокол, и Уптар, и Солнечный. То есть, у нас такое, мы не ограничиваемся, скажем так, силами ребят, которые живут на Марчикане. И это очень, на самом деле, правильно. Наше объединение, первый успех такой, может быть, яркий был достижение, это то, что мы приняли участие в смотре конкурса общественных объединений Всероссийского детского центра «Океан». И там мы заняли третье место уже сразу своим объединением. И я считаю это очень хорошим достижением. У нас есть стабильные партнеры, скажем так, регулярные получатели услуг. Это и непосредственное управление по делам молодежи, связям с общественностью, мэрии. Это и центр «Спид», и спортивно-оздоровительный комплекс «Снежный», и лагерь «Северный Артек», отделение Центра Банка России, мы сейчас с ними взаимодействуем очень плотно, и Центр реабилитации несовершеннолетних, и общественная организация «Поколение», и Магаданский областной дом инвалидов, городской парк, Магаданский колледж искусств, и библиотеки областная юношеская библиотека, и городская библиотека. Скажем так, это регулярные получатели. Но мы никогда никому не отказываем, если, конечно, имеем время, опять-таки, возможности, да, мы стараемся не отказывать в оказании помощи в проведении какого-либо мероприятия. То есть даже вот сейчас взять за ноябрь, ребятами нашими была оказана помощь в проведении около шести или семи мероприятий, вот даже так. Андрей, в июне этого года стартовал проект «Мы добровольцы». Каких успехов удалось добиться в рамках этого проекта? Проект получил финансовую поддержку правительства Магаданской области и был направлен на привлечение добровольцев непосредственно из числа молодежи, скажем так, привлечения представителей молодежи в активную волонтерскую деятельность. И вот этот проект, получается, у нас был реализован с июня по октябрь. И за этот период нам удалось привлечь 30 ребят активных, которые укрепили наше волонтерское объединение. И у нас появилась вот такая форма. Ну, не только был создан уголок волонтера. И, в общем-то, все наши активные ребята, 32 человека, получили помимо каких-то бонусов приятных, получили еще и грамоты от руководителя Департамента внутренней информации аппарата губернатора области. Я думаю, это тоже достижение достаточно. То есть мы стараемся поощрять наших ребят. Наше объединение, я считаю, оно позиционируется, я всегда говорю об этом ребятам, позиционируется как достаточно отзывчивое объединение, мобильное, дисциплинированное. То есть, ну, я думаю, за счет этого у нас есть постоянные получатели услуг, скажем так, да. Люди с нами созваниваются и, соответственно, просят, дайте волонтеров несколько человек на вынос микрофонов или на раздачу чего-либо и так далее. И мы как бы не отказываем. И я думаю, что те представители организации, с которыми мы сотрудничаем, они прекрасно понимают, что мы стараемся, в общем-то, быть, ну, скажем так, помимо мобильными, еще ответственными людьми и призываем к этому наших ребят. А как вы привлекаете вообще ребят в свое объединение? Ну, в рамках школы, в рамках проекта «Мы добровольцы» мы, конечно, это были объявления какие-то. Сейчас у нас создана уже, год функционирует группа в Инстаграме. В общем-то, любой желающий может туда зайти. У нас есть группа ВКонтакте, ну, то есть через соцсети. А соцсети, а большей частью ребята привлекаются каким образом? Они подходят на мероприятиях, видя нашу деятельность, они подходят к нам и говорят, а можно к вам записаться? Мы говорим, конечно, да, можно. Либо, как действует принцип какого-то сарафанного радио, кто-то кого-то привел. Почему люди занимаются волонтерской деятельностью, по сути дела? Скажем так, мотивация, скажем так, одна из причин, это то, что, может быть, кому-то скучно, но не знает, чем человек заняться. Либо человек хочет развить свои качества. Мы всегда говорим, что работа волонтером в данный момент в нашем объединении, да, я думаю, в любом, в любой волонтерской деятельности, это опыт, который человек получает. Это развитие своей личности, повышение своей самооценки, не считая других каких-то, скажу так, моментов, которые получает человек от конкретной деятельности. Если он выносит призы, соответственно, это и культура сцены, да, это и дисциплинированность, ну и, конечно, там и ровная спина, даже элементарно какие-то вещи. Если раздают буклеты или аниматором на станции становится игротехником, то, соответственно, это общение, умение решать различные ситуации какие-то. Это работа в команде. То есть мы стараемся как бы ребятам рассказывать вот эти, скажем так, вот моменты личностного развития, что дает тебе волонтерство. Да, волонтерская деятельность, она, конечно, как принято считать, бесплатная деятельность, но она не, скажем так, я бы не сказал, что она бесплатная. Помимо того, что мы поощряем активных ребят, ребята еще получают развитие своей личности. Это тоже немаловажно. У нас многие имеют личные книжки добровольца, всероссийского образца, и, соответственно, мы вписываем туда какие-то достижения, да. Ну, соответственно, не то, что какие-то достижения, а все достижения, которые имеет на данный момент обладатель книжки. И, ну, соответственно, вот подаем кого-то на конкурс, да и при поступлении сказывается, что уже очень много людей знают о личных книжках добровольца, и, конечно же, это играет роль при поступлении. Опять-таки, да, даже руководители учебных заведений, они иногда спрашивают о наличии волонтерской книжки. Да, либо вот сейчас у нас два кандидата, Ревенка Мария и Назарчук Ольга, мы подали их на конкурс, на премию, опять-таки, «Добрые дела». И, опять-таки, там в положении прописано наличие книжки добровольцев. У нас ребята зарегистрированы на сайте добровольцы России РФ. Естественно, там тоже есть определенные заслуги и требуют, скажем так, чтобы показать свою непосредственную деятельность. Мы стараемся, конечно, это тоже делать. То есть, я думаю, что плюс это общение с подростками, которых ребятам, может быть, иногда не хватает. У нас клуб очень достаточно, ну, большой и, ну, я считаю, уютный. Здесь можно и попить чай, и пообщаться. И помимо этого, ребята у нас, помимо того, что они волонтеры, многие из них занимаются деятельностью клуба в целом. А это досуг, это другая социальная работа. У нас очень многое проходит в различных мероприятиях. Мы принимаем участие в интеллектуальных, в спортивных, в творческих. То есть мы, скажем так, не всегда позиционируем себя, как объединение у нас создано, объединение, да, но и, опять-таки, эти же ребята, многие из них участвуют в другой деятельности. То есть, естественно, получая какое-то определенное то лику развития там. Ну, вот если говорить все-таки о новых ребятах, которые приходят, да, к вам в объединение, вы чему-то обучаете их, вот рассказываете о каких-то там особенностях волонтерства, чему-то учите их? Ну, знаете, у нас, скажем так, вот в рамках проекта «Мы добровольцы» проходили, ребята проходили ряд тренингов на самопрезентацию, на технологию построения мероприятия, тренинг на толерантность. То есть определенное обучение идет. Иногда мы периодически проводим мероприятия, опять-таки, различные тренинги, направленные на развитие каких-то качеств, да, ребята. Но, скажем так, наше объединение — это неформальное объединение, не зарегистрировано, да, и, конечно, бывает иногда круговорот, что называется, как я говорю, волонтеров в природе. И кто-то, да, заинтересовался, но по какой-то причине, там, может быть, занятость по учебе, либо еще что-то, он отпадает. Но, тем не менее, всегда есть, скажем так, костяк, который мы, конечно, готовим перед непосредственно, обязательно идет подготовка перед оказанием волонтерской помощи. В общем-то, ну, то есть у нас есть ребята, которые достаточно уже перепробовали разные виды деятельности. Опытные. Опытные. Опытные волонтеры, да. Есть те, которые уже несколько лет участвуют в работе нашего объединения, есть те, которые буквально записались вот-вот-вот, что называется. Но это не играет особой роли, скажем так, нет, это удобно, когда есть опытные ребята, они передают, скажем так, новичкам какой-то опыт, да, свой. Но, тем не менее, тем не менее, вот я всегда говорю, что опыта никогда не бывает достаточно. Всегда надо развиваться, практиковаться, и каждое мероприятие, оно привносит какой-то свой новый опыт, да, получение какой-то информации дополнительной, либо развитие каких-то своих навыков. Вот, вот так, да. Сами мы, руководители объединения, тоже имеют достаточно интересный опыт. Я являюсь преподавателем по волонтерской деятельности, скажем так, в СВГУ уже несколько лет. Я принял участие во Всемирном фестивале молодежи и студентов в качестве волонтеров в 2017 году. Сейчас тоже ожидаю подведения итогов как раз по этому фестивалю. И тоже был волонтером, супервайзером на объекте Александра Колесникова, которая является моим заместителем, социальным педагогом клуба «Чайка». Она приняла участие в форуме добровольчества в Москве в 2017 году. То есть, сами мы тоже стараемся, конечно, обучаться. Если говорить о вашем объединении, как вступить-то к вам можно? Можно будет позвонить по телефону или мне написать в WhatsApp 8-914-855-86-00. Можно выйти в Instagram, в ОПоколение, в общем-то, Поколение Макс. Тоже можно на нас выйти таким образом, по сути дела. Можно, конечно, приехать на Мальчика, но мы не всегда там, потому что бывает, что охвачены какими-то мероприятиями города участвуем, либо области. Есть какие-то планы, может быть, поделитесь, может быть, какие-то новые проекты уже есть в задумках? Да, вот сейчас у нас наши ребята, опять-таки, 14 человек участвуют в проекте, извините, «Шум». «Школа умной молодежи» в данный момент он и реализуется. То есть, этот проект мы реализуем совместно с организацией поколения, с общественной организацией поколения и спидцентром. Суть в чем? Ребята обучились проводить мероприятия, технологии, выбрали направление. За направление здорового образа жизни, интересующие их, каждый определился в своем направлении. И сейчас команды вот этих направлений, четырех направлений, готовят мероприятия, которые буквально на этой неделе будут проведены для школьников. Мы стараемся развиваться, не только ограничиваться вот этим событийным волонтерством, но еще стараемся развиваться как самостоятельное объединение, и инициативное объединение. В каком плане? Вот мы с удовольствием принимаем участие в «Шуме». В планах, конечно, волонтеров здорового образа жизни, вот эту группу волонтеров фактически вырастить, тех ребят, которые будут проводить для своих сверстников какие-то мероприятия. Но не просто спортивные, а какие-то полезные, скажем так, мероприятия, более информативные. И опять-таки этот принцип равный и равному всегда действует хорошо. Подростки очень хорошо реагируют, когда для них говорят сами же сверстники, им дают информацию, это более эффективно, скажем так. Хочется, на самом деле, чтобы были вот такие проекты, скажем так, чтобы ребята развивались еще самостоятельно, индивидуально, как волонтеры информативные или как волонтеры-участники, непосредственно реализаторы проектов, своих проектов. Периодически у нас такое бывает, но, конечно, работа по этому поводу еще ведется. И результаты, думаю, что у нас будут, но требуется более кропотливая, насыщенная деятельность в обучении непосредственно, в воспитании, скажем так, вот этого желания саморазвиваться, как волонтер. Не только оказывать помощь, да, скажем так, исполнителем быть, но еще и инициатором. Это тоже очень важно на мысле. Ну что ж, мы желаем успехов в вашей нелегкой деятельности. Спасибо большое за разговор. Спасибо, что пригласили. Все хорошо. До свидания. А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был руководитель волонтерского объединения «Поколение», педагог-организатор детско-юношеского центра Андрей Никитин. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин